И начинаем мы с темы, которая сегодня у всех на устах. Погода. Снег в октябре для нашего региона, конечно, явление неудивительное, хотя плавно привыкнуть к осадкам мы и не успели. Мокрый снег как зарядил с вечера среды, так и не думает успокаиваться до сих пор. В первую очередь от этого пострадали автомобилисты. Особенно сложная ситуация сложилась на загородных трассах. Сводки дорожных новостей у Даниила Седова. В Сибири на деревьях растут даже машины. Особенно если удобрить все вокруг сильным снегом. К нему жители региона, как обычно, оказались не готовы. В социальной сети буквально забиты видео и фото с так называемыми перевертышами на загородных трассах. Наиболее сложная обстановка наблюдалась на Р-258 Байкал с 35-го километра по 95-й километр. В 4.00 утра на данный участок дороги вышло три единицы снегоуборочной техники подрядной организации. По мере усиления снега и усложнения обстановки в 8.00 было принято решение добавить единицы техники. Были выпущены на трассу три комбинированных дорожных машины и один автогрейдер. На данном участке дороги протяженностью 60 километров работала семья единицы техники. В областной столице устойчивый снежный покров образовываться не успевал. На городском асфальте осадки таяли. Тем не менее, некоторые водители, которые не успели поменять резину для перестраховки, решили переобуться. Поэтому на шиномонтажках у работников не было свободной минуты. Даже в районе обеда. У меня уже пять машин было назад, перед этой. А вообще, сами как считаете, пора действительно перебываться тут? Очень тепло будет. Ну, лучше сразу. Чем больше в рядях не стоять потом. Постоять в заторах жителям Иркутска все-таки пришлось. Но всплеска аварий из-за осадков инспекторы не зафиксировали. Сотрудники госавтоинспекции несут службу в обычном расписании. Также при ухудшении непосредственно погодных условий из-за планированного выделения дополнительных экипажей дорожно-патрульной службы. Сегодня на территории Иркутской области ограничение движения транспортных средств не вводилось. Так что можно сказать, что испытания первым снегом после лета Иркутская область выдержала. Сейчас для устранения последствий осадков в регионе приготовлены 24 тысячи кубометров песка, щебня и 386 тонн реагентов. Остается надеяться, что это все сделает наши дороги безопаснее. Но рассчитывать только на дорожников водителям не стоит. Собственная дисциплина и соблюдение скоростного режима не повредит в любую погоду. Данил Седов, Виталий Перетолчин. Новости по будням.